Друзья, всем привет! Меня зовут Олег, я директор этого кафе. И сегодня я хотел бы вам показать продукты, купленные в магазине Светофор, которые я бы мог порекомендовать к покупке, которые оказались неплохого качества, а учитывая сколько они стоят, это вдвойне приятно. Ну и давайте начнем с сырников. Вот такие замороженные сырники, продаются они в морозильнике, стоят 260 рублей. Сырники по-домашнему обжаренные, 260 рублей. Пачка, конечно же, уже открытая. Ребят, я буду показывать вот так вот увеличенным способом состав. Кому интересно, можете прочитать. Просто зачитывать очень долго, составы всех продуктов очень длинные. Но я бы сильно на это не обращал внимания, потому что, как правило, это не соответствует. Потому что я брал две одинаковые тушенки с одинаковым абсолютно составом, но одна оказалась вообще помойкой, а другая прям очень вкусная. Так что вот я после этого как-то особо и не доверяю. Разогреть можно как на сковородке, так и в микроволновой печи. Мы уже пробовали, Света не сдержалась уже на дегустацию. Ну и, собственно, я и решил после этого записать такое видео после длительной дегустации, так скажем. А не просто быстро что-то попробовал, толком не понял, и уже надо выносить решение. Вот это и все продукты мы пробовали очень долго и тщательно. И причем тут будет два мнения. Это все тоже ело Света. И причем с превеликим удовольствием, так скажем. 900 грамм вес. Ну, это, в принципе, все, что вам надо знать. Выглядят они вот такие вот обжаренные. В таком вот они виде. Кругленькие пятачки. Очень быстро разогреваются. Аромат. Шикарный аромат, ребят. Панировочки вот этой вот. Эта панировка идет. Ну, вот так вот они выглядят в разломанном состоянии. Собственно, творог, но он замороженный, да, сейчас немножко так выглядит. Обычный замороженный творог. Сверху такая приятная, знаете, как панировочка, я так понимаю, это яйца. Приятный аромат, на вкус. В меру сладенький, хорошо. И очень четко чувствуется творог. Тут, по-моему, такого ничего лишнего особо нет. Во вкусе, по крайней мере. В составе, не знаю. Так что могу рекомендовать. Свете очень понравились. Я не любитель просто вот этой всей сладкой темы. По мне лучше чебуреки, пельмени и все из этой тематики. А она любит сладенькое. Вот. Ей они очень понравились. Она прям со сметанкой. Кстати, давайте и перейдем к сметанке. Вот сметана. Так, давайте сейчас зачитаю состав. Сметана. Сливочная эко-милк. 20%. 52 рубля она стоит. Вот такая сметана. 20% жирности у нас. Вот можете посмотреть здесь информацию. Состав, собственно, вот перед вашими глазами. Ну, состав тут, в принципе, ничего сложного. Сливки, закваска молочных микроорганизмов. Вот что я хотел сказать. Ребят, не путайте, пожалуйста. Вот многие говорят, сметана, да? Например. Она плохая, к примеру. Но не понимают, что сметана, она и должна быть кисленькая. Давайте так посмотрим. Густая. Смотрите, какая густая она. Густая сметана. Вот. Она кисленькая. Но сметана и должна быть. Здесь же даже пишут, что используются специальные вот эти бифидобактерии, которые создают это брожение. А многие путают, что сметана деревенская. Но это даже уже как бы не сметана. Там сливки идут просто. Большой плотности сливки. Да, там, конечно, вкуснее. Я ничего не спорю. Деревенская сметана, как ее называют. Она классная. Но вообще в понимании сметаны, правильно, это вот это. Вот эта сметана. Немножко-немножко кисленькая, как и должна быть. Густая, вкусная, насыщенная. Ребят, хорошая вещь. Сметану однозначно. Рекомендую прям. Тем более за эту цену, да? Не очень дорого. Всего 52 рубля за такую банку. Вес. Вес у нее 315 грамм. Довольно-таки большая банка. Ладно. Смотрите, какая это майонез. Вот такой вот майонез кальвы. Вес у него 700 грамм. Ну, написано, что тут типа, да, у нас прям особенные деревенские яйца с маслом первого отжима. Ну, не знаю, насколько это все правда, конечно. Но суть в том, что действительно неплохой майонез. Опять же, учитывая его стоимость. Постараюсь навести, чтобы вы могли прочитать состав, кому это важно, кому это интересно. Я в последнее время как-то на это особо внимания не обращаю. Неплохой майонез. Ну, он похож, как вот эти все обычные стандартные майонезы. Там на перепелиных яйцах есть, провансаль, какие там еще бывают, да, там, милоры. Ну, что-то такое вот. Собственно, обычный стандартный майонез. Ничего плохого в нем нет. Ни майонезный соус, как многие его, да, другие производители более дешевые упрощают. Нет. Это обычный нормальный майонез. Как вот я говорю из серии провансаль. 700 грамм он весит, а стоит 88 рублей, друзья. За 700 грамм большая пачка. 88 рублей. Обычно такая пачка стоит в районе 120-110, но точно не 88. Нормальный вкусный майонез. Советую. Так, сыр. Сыр, конечно, Света тут уже обглодал. Я сыр ем редко, но ем. Я люблю тоже, иногда бутеры делаю, да, вот. Посмотрите просто, как он выглядит. Немножко у него есть такие, сливочные называется он, 50%. Дырочки такие небольшие, он такой плотненький. Давайте разломлю даже вот, чтобы вам более наглядно было видно. Текстура у него плотная, хорошая. Он в меру соленый, он хорошо соленый. То есть, это не какая-то вот субстанция, как многие сыры, вот эти вот, мекина ешь и нет. Он хорошо просоленый, я люблю это. Плотненький, хороший, вкусный, ароматный. Сыр хороший и недорогой. Сыр сметанный, 50%, 339 рублей за килограмм. Тут был кусок, конечно, намного больше, и вот он обошелся нам в 167 рублей. Но тут кусок был почти в два раза больше, вы видите, вот тут уже везде он обрезан со всех сторон. Обгромсали мы его. Ребят, вкусный сыр. За эту цену 339 рублей за килограмм, отлично. И вот эту колбаску, вот, как вы видите, она уже подубавилась значительно. Чайная. Вот такая чайная колбаска делает Орский мясокомбинат. Жилен, жилей, ну, популярный у нас, не знаю, в каком вы городе живете, но в нашем городе, ну, не Орск, это Оренбург. Ну, Орск, он находится 300 километров недалеко отсюда, в принципе, тоже довозят до нас. Хотя ее по всей России, скорее всего, возят. Вкусная колбаска, давайте я вам покажу в разрезе, жирненькая, вот, она с прослойечками сала такого, плотная, текстурная, ароматная, насыщенная, вкусная, 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 вкусная. Очень вкусная и недорогая тоже, опять же. Вот в магазине Светофор, конечно, да, ребят, я знаю, что много есть плохих продуктов, которые все ролики есть у меня на канале, которые я, если плохо, я говорю плохо, если хорошо, я говорю хорошо. Можете ознакомиться с моим каналом перед тем, как писать гневные комментарии, что я там какой-то фанат этого или продавец Светофора. Нет, конечно. В общем, колбаска вареная, чайная, вот эта, стоит 130 рублей. Она идет, ну, нормированным весом, то есть, вот она, упаковка у нее с обеих сторон, да, вот, то есть, она зафиксированная. Вот, и вес у нее, найти бы мне вес было бы хорошо. Ну, по вкусу 500 грамм она весит. 500 грамм, 500 грамм колбасы 130 рублей. Не знаю, дешевая это или нет, но, по крайней мере, она очень вкусная. Мы жарим на сковородке, например, когда яичницу, вот ее добавляем, она прям так не растекается, не расползается. У нее появляется румяная корочка. Как раньше, в детстве, я помню, докторская была вот такая вкусная колбаса. Вот она, она докторская, она без жирных вот этих прослойек. Здесь беленькие вот эти прослойки есть, жиренькие. И она прям сочная, ребят, колбаса сочная, насыщенная, ароматная, жесткая, упругая, не квашня. И вкус прям, он очень яркий, хороший вкус, прям именно колбаски. Так что рекомендую Орский мясокомбинат, хорошая колбаса. Еще очень много продуктов я набрал на контрольную закупку, на дегустацию, так что все будет впереди. И чебуреки уже готовые, и беляши, и там еще много всего, всяких пельменей, там прочих всяких вареников. Так что ждите следующее видео, кому интересно. Ну а вам всем спасибо за просмотр. Всем пока!